Шарапова, Азаренко. Азаренко, Шарапова. Россиянка на подаче. 40-15. Как отчаянно сейчас сопротивлялась Азаренко. Ну, это будем объективно. В длину. За пределы корта ушел мяч. 0-40. Первый проблемный розыгрыш. Аут фиксирует судья, боковой судья. И под ноль Шарапова берет второй гейм на подаче. Какой сумасшедший теннис показывает соперница. А вот одна из немногих, ну, как сказать, невынужденных ошибок. Но здесь все-таки высочайший темп был. По ходу турнира мы видели. И с игры, и с призраковой это место. И это направление, кстати, здорово пристрелено. Мяч буквально в сантиметре над сеткой прошел. Подача была действительно принимаемой и совершенно справедливой. И вот сейчас Шарапова шла на мяч. Еще один промок. Ну, я так прикидываю, приблизительно три невынужденные ошибки у Шарапова. А вот тут Маша подзывает судью. Вот здесь, да, действительно, мяч в линию. Но в... Надо заметить, что порой Шарапова... Под заказ Шарапова делает четвертый эйс. И этим эйсом она заканчивает сложнейший гейм. Вот иногда нам дают с низкой камерой. А вот и первая двойная. Неожиданно. И она выигрывала геймы. Поэтому здесь... Ну, давайте, вот, три скрытых сетбола у Шараповой. Вика явно пытается сбить наступательный порыв. Вот этот Шараповой, два скрытых. Сетбола и срывает. Фокстат улыбается. Редко увидишь какие-либо эмоции на лице этого специалиста. Иногда обратно в корт вернулся. Значит, он в какой-то бугорочек и полмяча в линию. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, как Маша загородила. Ну, что, в таком случае ошибка линейного судьи. Мы отмечали проходы турнира неоднократно после работы ног у Шараповой в профессиональном матче в прошлом году. Но там не доиграли они. Встреча у Вика снялась. Вот она. Вот она, вторая подача-то. О необходимости которой говорил Томас Хокстат. Их было в предыдущем. Еще одна двойная ошибка. Вы знаете, я не нашел эти цифры, потому что до меня... ...погорячилось. Хотя, оказывается, и со второго мяча можно попасть до железного. Прямо вот в перекрестке. Удачно. Ну, не знаю, насколько Вика усыпила бдительность соперницы первыми двумя двойными... 40-30. А мяч-то попал, Вика. Ну, как промахнулась она... Ещё одна отметка, которую убрала сейчас Азаренко. По 30-ти. А было весьма-весьма результативно. А Вика не идёт за мячом. Вот помните, был момент, когда я говорил, что с места, с середины корта Азаренко имеет преимущество. Вот чуть-чуть её дёрнуло. Передёрнуло, как говорят в теннисе. Заставило двигаться, и Вика не достаёт до этого мяча. А может, правда, счёт меньше был только лишь один раз. То есть, один брейк был у Виктории. Но Вика нащупала... Вот этот вот момент комбинации по... В игре на задней линии она делает лучше. Лучше реализует... ...сату тенниса. Только в повторе мы теперь видим, как мяч опустился до линии. Чуть-чуть даже... ...ящий удар. Ничего себе. Подача неплохая была. Прямо скажем, неплохая, но по направленности... ...турниры большого шлема открытого чемпионата Австралии. И финалистка австралийского турнира. Вика хорошо ногами срабатывает. Хорошо читает игру. Мне кажется, всё-таки запястье не даёт такой жёсткости. Какой шанс был Ишараповой. Какой шанс! Ну что ж, берёт Виктория Азаренко гейм на свои... ...против этой первой подачи, конечно, очень сложно противостоять. Первой ракетке, действующей первой ракетке мира на своей подаче... ...частенько давала шанс сопернице. И вот... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, как здорово сыграла Шарапова.